Сохранила, нет, не успела сохранить, вылетел. Стартует марафон 2 сентября, будет он целый, да, будет он целый месяц. Гинеколога можно? Какого гинеколога? Это не гинеколог ведёт марафон, марафон веду я, это йога и психология. Для беременных и для тех, кто хочет ребёнка, но не может забеременеть. В марафон входят ежедневные практики, йога-практика. В обед это в дневное время, в час дня будет для девочек беременных. В вечернее время, в 8 вечера, это будет йога для тех, кто хочет забеременеть. Также психология будет подготовка к родам. И психология для тех, кто не может забеременеть. Всё это стоит 1000 рублей за месяц. Стартует марафон 2 сентября, и до 2 октября его буду я вести для вас. Поэтому все желающие, пишите, хочу ребёнка или же срок беременности. Также марафон, хочу заметить, подходит для тех, у кого есть травмы спины, проблемы с суставами, слишком лишний вес, или же проблемы с сердцем, сосудом. Без проблем, вам можно. Потому что йога для беременных вам идеально подойдёт. Там же у нас и пранаяма, там у нас мягкая йога, не нагружая спину и суставы. Поэтому с чего-то начинать надо, будем начинать. Если ватсап не можете, напишите смс, хочу ребёнка. Как быть, если муж сомневается? В смысле, какое отношение имеют? Куда, какое отношение? Да, а с какого срока беременности можно в марафон? Со второго триместра. То есть четвёртая, пятая неделя. Каждый день занятия будут по йоге. У меня проблемы со спиной нет. Были проблемы со спиной, когда я готовилась к соревнованиям. По народному жему там были проблемы, да, в грудном отделе зажимала частенько. Как перестала под штангой валяться, так всё прошло. Есть ли противопоказания для участия в марафоне при беременности? Это проходит тем, у кого беременность хорошо проходит. Не факт. Вы знаете, хотя бы в паранояме посидеть, ну подышать. И послушать психологию, подготовку к родам тоже вам не помешает. Это как минимум вам даже поможет. Почему у вас угрозы? Почему у вас запреты? Что у вас с беременностью происходит? Почему она так протекает? Не просто же так всё. Что у вас там с женским началом и вообще с приятием себя нового положения вашего? Беременность, ребёнок, все страхи, которые у нас могут быть. А если вдруг ребёнок, с ним что-то, а если вдруг со мной что-то, а если вдруг я рожу, а у нас семья распадётся. Ну, много страхов. Обо всём этом буду говорить в марафоне. С первым триместра можно же, можно, девчонки. Лучше, конечно, со второго, но с первого можно. У меня нагрузок больших для беременности, для беременных не будет. Если честно, я не знаю витамины для беременных. Сейчас какие-то новые витамины. У меня сестра пила, я не помню, как они называются. Они там цветные какие-то, я и покупала, их название даже не помню. У вас грыжа в шейном отделе? Ну, без проблем, йога прям то, что надо. Как бороться с депрессией? Ангел мой, я же говорю, депрессия – это не совсем болезнь. Её придумали для того, чтобы было легче управлять людьми. Когда вам постоянно долдычит одно и то же. У тебя депрессия, ты депрессивна, у тебя депрессия. У тебя реально начнётся депрессия. И ты станешь очень управляемым. Такой, знаете, управляемое стадо в нашей стране появляется. Забрали всё, что могли забрать. Это уверенность в себе, это любовь к себе, это уверенность в завтрашнем дне. Это вообще принятие себя как единицу, как личность. Забрали у людей. То, что вы имеете, у вас взяли и забрали. Самое мощное оружие – это себя. А когда есть власть над собой, это же самый верх власти. Верните её себе. Вы себе принадлежите. Какая депрессия? Вам её придумали, вам её повесили для того, чтобы было можно вами манипулировать. Чтобы можно было вам что-нибудь продать, что-нибудь втюхать вам. Вы… всё в ваших руках. Абсолютно. От начала до конца. Всё в ваших руках. Я сейчас не говорю про шизофрению, я говорю именно про депрессию. И после родовая депрессия такая же история. Можно с миомой забеременеть. Много у меня. Мало того, миома куда-то вдруг рассосалась. Так ещё и забеременели. Спину клинит. Ну, в марафоне с Ритой там же тоже йога будет каждый вечер. Поэтому всё у вас в порядке. Не загоняйте себя в состояние, которое вам не принадлежит. Я про депрессию. Есть состояние горевания, это нормально. Опять же, если потеря близких людей до трёх месяцев. Вот, правильно, да. С геморроем к доктору или на огурчик присесть. Это не Малышева рекомендовала ОМА этот. Как его? Забыла. Такой на первом канале был. Геннадий как-то. Не помню, короче. Циститы. С агрессией храп. И скрежет зубов. Надо проанализировать, в каком... Что у человека происходит. На работе. Если это взрослый человек, у которого скрежет. Что у него на работе происходит? Что у него в семье происходит? Где какие недоговорённости? У Малахова, да, вот. Про огурчик был прикол этот. Добрый день. Не, не Мясников, Малахов. Вот всё-то они знают, помнят. Как лечить детям ОРЗ? А когда они подхватили ОРЗ? Заболевание, когда произошло? При каких обстоятельствах? Он был у бабушки. Или же в саду. Или как? В школе он был. Там сложные программы начались. Или экзамены. Или что. Когда ОРЗ начинается? В основном ОРЗ приходит в страну, когда у детей... Самый такой сложный процесс обучения идёт. Это ближе к Новому году. И к концу учебного года. Потому что сильные нагрузки. У детей иммунитет падает. Разумеется, ну куда мы уходим? В болезнь. Надо отдохнуть, надо поболеть. Серьёзная, да, грустная. Ну так, вечный смех на лице человека. Или постоянно ржать. Ну, без причины я имею в виду. Это диагноз, кстати. Это шизофрения. Я не грустная в своих обычных эмоциях, в которых мне комфортно. Добрый день. Спасибо большое. Подружке привет. И благодарность за рекомендацию. Да, я психолог, ангел мой. Анечка, я психолог. Образование психолога. Это второе образование. В феврале вот всегда болели. Как раз когда человек устает. И ещё мы после отдыха приходим, после каникул новогодних. И тут нас оба-на, начинается. Всё, и февраль такой самоубойный. А потом уже апрель. Как отпустить злость и ненависть к врачам после тяжёлых родов? Ребёнок четыре года не говорит. Вы хотя бы знаете, куда копать. Что вы вот это вот придумали? Глисты могут быть. Глисты – это самая последняя история. Если ребёнок скрипит зубами, значит, у него глистынь. Это дом. Девчонки, на квартиру я переезжаю уже через неделю. Сейчас поеду принимать работу. Там уже завершили все мои... Как проработать задыхание. Девчонки, я же вам посты пишу, а у меня начинается там. Это всё говно, это всё фигня. Это, знаешь, говорит о том, что вы не готовы с этим работать. Вы не готовы принимать информацию. Вам интересно оставаться на уровне сознания первый этаж. А их семь. Представляете? Семь уровней сознания. А вы на втором копаетесь, и вам там по кайфу. Потому что всё везде говно, везде всё плохо, мир в депрессии. Вовченко не гони, мы по врачам. Всё, ну, ваш выбор. Вот, переезжаю через неделю на квартиру. Сейчас пойду принимать. Нет, не муж занимается ремонтом. Это бригада моего брата родного, Геночки. Русские, шикарные ребята, русские мужики работают. Такие, всё у него, чётенько, отчёт по ватсапу, всё прям огонь. Сегодня люстры вешали, там 20 единиц. Пока всех их соберёшь, пока повесишь, блин. Я вчера заехала, показала, где какая люстра должна висеть. И там такой конструктор лего. Я говорю, ну, ребят, собирайте. Будем, говорит, Мариша, развлекаться. Все эти хрусталины повесить. Это ж надо сначала люстры, потом уже на люстру все эти хрусталины развесить. Я вам потом покажу. Почти 100 ламп освещения на квартиру. Как пережить стресс, если парень бросил? Жаль, привет, Леночка. Жаль, у меня предыдущий эфир удалился. Что делать? Сейчас расскажу. Спасибо, Алгоград. Жаль, удалился. Ну, рисовать чёрным. Чёрный, красный – цвет агрессия. Серый уже ещё хуже. Ну, вы мне напишите в личку. И если несложно, пришлите мне рисунок. Хотя бы один рисунок ребёнка. Пришлите. Я вам расскажу, что делать. И где искать. Куда копать. Куда направлю, в общем, в нужном направлении, чтобы вы могли найти ответ, что вам делать. Я бы даже так сказала. Потому что... Да-да-да, квартира была с хорошим ремонтом. Я захотела кое-что переделать под себя. Как всегда. А это дом. Здесь будет ремонт у меня. Мы переезжаем в квартиру, и в доме будем делать ремонт. Вот, про 7 этапов сознания вам написать напишу. Ребёнок ногти грызёт. Как это прекратить? Ну, если это нервный тик, нервный у ребёнка, почему он так делает? Нервные привычки, например. Звуковые. Или же дёрганье головы. Это же всё нервные привычки, да? Вы же слышите слово «нервные». От чего? От обстановки. Что за обстановка ребёнка? Может быть, он видит... Несмотря на то, что у него всё хорошо, его любят, его облизывают со всех сторон. Но он видит, например, как папа повышает голос на маму. А он сделать ничего не может. Или он, может быть, смотрит на отношения со свекровью. Я же не знаю, где вы живёте, в каких условиях. Смотрит на отношения со свекровью. А это его бабушка, а бабушка хает, например, маму. И ребёнок тоже не готов к этому. А он молчит, он ничего сделать не может. У него перерастает всё это в нервный тик. Или нервный тик звуковой, или нервный тик движения. Или же ногти грызть. Привычки нервные. Заедать чем-то. Тагил, привет. К нейрографика. Я знаю, что такое нейропсихология, что такое нейрографика, я не знаю. Если честно. Вот чего не знаю, того не знаю. Сколько тренировок должно быть в неделю? Мышцам нужно отдохнуть. А вот поэтому у меня марафон, который с нащёкиной. Две недели, а не четыре. Две недели мы мышцы будем насиловать. Потом дадим им небольшой отдых. И марафон нам месяц. Вот это самый правильный будет подход. Я просто уже... Этой майке дырявая, как вы видите. Дырявая майка. Майки много лет я купила в Праге. Ещё лет шесть назад. И я её в хвост и в гриву я очень люблю. У меня много таких любимых бомжатских майок. Стиль бомжа. Вот она такая бесформенная. Такая мешок короче на мне. И вам спасибо. Как влиться в работу после декрета? Ну, если вы совсем не хотите работать, ну, родите ещё одного ребёнка. Если вам больше по душе быть дома, с ребёночком, рожать, может быть, ещё одного пока родите, ну, желание есть, правильно? А то потом выйдите на работу, уже всё. Не хочу больше рожать. А тут раз ещё ребёночек. Давление во время беременности. На что обратить внимание? Повышенное, так понимаю. Ну, во-первых, на питание обратить внимание. Потому что беременные частенько не слышат рекомендации врачей и не понимают, что есть за двоих не надо. Что кушать надо только за себя. И даже ещё более аккуратно, чем вы ели до беременности. То есть фильтровать всё, что вы кушаете. А мы же начинаем. Я же беременна, мне можно. У меня вообще всё можно. Родинки, дамы на майке. Это дырки, это. Приобретённые с годами носки. Если ребёнок всего добивается истерикой, как с этим бороться? Девочки, ну вы же просто, когда отреагировали первый раз на истерику, ну, например, ребёнок застерил, а вы раз ему сразу рот заткнули, или конфеткой, или сразу быстренько игрушечку дали, или суетнулись. Дайте ребёнку выразить свои эмоции. Но не реагируйте на истерику. Реагируйте и поощряйте тогда, когда он улыбается, когда он просит, когда он в хорошем контакте. А он по-другому не научился. Вы же его не научили по-другому. Он знает только один единственный способ, как просить – истерикой. Всё, для него это нормально. То есть он считает, что это единственный способ, как можно добиться. Поорал, и он получил. И что самое ужасное, это длиться, может, до самой школы. В школе это поправят дело. Ну, хочется же, чтобы как-то не травмировать его потом в будущем, правильно? Потому что, помимо того, что происходит сепарация с родителями, так там ещё и перевоспитанием занимаются. Для ребёнка это будет травмично. Эти травмы потом в будущем могут тоже сказаться. Что-то там увеличить хочу. Ну, увеличивать я отлично. Я отлично смотрю на то, чтобы вы увеличили грудь. Мужик просит в долг. Что делать, не знаю. Ни в коем разе не давать в долг, нет. Я больше хочу сказать. Хотите проверить, от чего бессонница бывает? А вот боимся мы уйти в неосознанное. Там же много всплывает информации во сне. По поводу... Сейчас вернусь, забыла. Сном перебила. Муж ездит отдыхать один, а я с четырёхмесячным ребёнком дома. Как реагировать? Выехать не могу. Вот смотрите. Правильно, вы выехать не можете пока из-за здоровья сына. Так вы никогда не выйдете, потому что у вас всегда есть веская причина здоровья ребёнка. Он у вас будет постоянно болеть, пока вы куда-нибудь не выйдете. Как вы не поймёте, вы же сами эту болезнь придумали для того, чтобы была веская причина сидеть дома. Вам страшно с ребёнком куда-то выходить, куда-то выезжать. Четыре... Это же сколько там? Четыре года, да? А, четыре месяца. Четыре месяца, это же совсем ещё младенец. Ну, да, это младенец. Мы с Веркой начали путешествовать, например, шести месяцев. Прям уже чётко начали путешествовать. Четыре я чуть не померла месяца, когда ей было от пневмонии двухсторонней. А как выползла из больницы, я поняла, что в рот теплоход, все эти помирания, что моя жизнь, она другая, и надо жить иначе. И вся моя жизнь в моих руках, а не у кого-либо. И тут вдруг я вернула своё здоровье, уехала в Анапу на море, начала бегать, от кашливая лёгкие. Было очень тяжело начинать. Это как начинать заново дышать. Потому что часть лёгкого просто не хотела вообще никак работать. Задыхалась всё. Голова кружится, всё плохо. Но пришлось, да, вот так вот себя загнать в койку. Захотелось. Поболеть – поболела. Полежала, переосмыслила. К чему мне это? Детей на море. Вот. И новый этап жизни. Всё. Нахер волосы. Всё это. Захотите, потом эфир сделаю, поговорим на эту тему. Вот. Поэтому, если вы ищете причину, почему вы не можете с ребёнком уехать, и единственная причина – это его болезнь, то он так и будет болеть, пока вы куда-то не двинетесь. Не ищите причину. Четыре месяца – это же ваш грудничок по сиськой сидит и сидит. Хотя бы небольшие путешествия. Я не говорю про острова лететь по 20 часов с двумя пересадками. Может, час перелёт. Или же где-то рядом, если вы в Москве, то в области отдохнуть на выходных, например. Просто побыть в движении с малышом. Ну, если у вас болит спина, вам нужна только йога, то идите в марафон для беременных. Для тех, кто хочет забеременеть. У меня там каждый день будет йога. Без проблем. Тем более, там очень много асан для женщин, женских асан для женского здоровья и для спины. Я боюсь от мужа уезжать. Он ревнует к ребёнку. Ребёнок от первого брака. Вообще странная история. Ау, про долг мужчине начали. Ау, про долг мужчине, да. Всё, спасибо, что вернули. Если хотите проверить настоящее чувство своего мужчины, готов ли он хоть что-то для вас делать. Вот он весь такой рассказывает, как он вас любит. Он весь такой ревнует вас до безобразия. А вы ведётесь на эту удочку. А вам так льстит. Вас же любят. Вас же ревнует. Проверьте его просто на слабо. Попросите у него в долг денег. Ну, 50 тысяч рублей. Скажите, любимый, можешь мне занять 50 тысяч рублей? Тут перебиться надо на месяцок. Увидите, как он быстро исчезнет из вашей жизни. Ну, это будет зато хорошим показателем, насколько это ваш мужчина, насколько он вам вообще нужен. И стоит ли на него тратить своё время, внимание, эмоции, любовь и чувства? Спасибо, девчонки. Не, ну серьёзно. У меня причём одна девочка писала, а если беременеть не хочу, а йогу хочу, да без проблем. Если у вас стоит блок на беременность, вы же не забеременеете. У меня одна девочка писала, с ней работала тоже через директ, по поводу любовника. Вот у неё любовник появился, и она вся такая несчастная, потому что она мужа не любит, она любит любовника. Вот, и что же делать, как же быть? Вот, я хочу сегодня с мужем поговорить, потому что я не могу с ним спать, так как у меня любовь уже прошла, она угасла. Я ей говорю, подруга, не горячись, пробей сначала чувство своего мужика, который тебе из семьи тащит. Просто ему скажи, любимый, я от мужа ушла, завтра собираю вещи и переезжаю к тебе. Посмотришь на его реакцию. Не поверите, он слился, слился, заблокировал её телефон. Представляете, а она собиралась свою семью разрушить из-за этого мудака. На что повелась? Она говорит, Марин, спасибо, что вовремя хотя бы правильно советовала. Понимаете, пробить хотя бы надо почву. Что там происходит? Насколько этот мужчина вообще готов тебя воспринимать как семью новую, тащить тебя, ребёнка твоего. А нет, это же всё игры для них. Чужое, понимаете, чужое взять. Увести у другого мужика, это же такой кайф. Это же добытчик, блин, это же охотники они все мужики. Можно, да, на марафон без физподготовки. Можно и нужно, конечно, надо же с чего-то начинать. Да, я говорю, там столько у меня в директе интересного. О, книги, уже можно несколько томов написать. Вегетососудистая дистония. Есть совет какой-нибудь? А вы проанализируйте, когда она появляется? Когда вы сидите у себя, накручиваете какую-то мысль. Появляется такая, какой-то страх, неуверенность, паническая атака. И потом ба-бах, вегетососудистая дистония, и давление. Халобысь прыгнула. Значит, что такое вегетососудистая дистония? Ничего. Это симптом, предвестник того, что вы себя накручиваете. Обратите внимание, о чем ваши мысли сейчас? О чем вы думаете? О чем переживаете? Что вас беспокоит? За что боитесь? Вот здесь надо, сюда надо рулить. Вегетососудистая дистония сама по себе, как болезнь не существует. Это даже врачи уже сами доказали. И тысячу раз даже у меня написали под постами врачи, что это не болезнь. И просто ее пишут. Вы чего, девчонки? В долг вы только мужу своему дать можете. Все. Я имею в виду денег. А какому-то мужчине, я фиг его знает, это, наверное, слишком доверительно, конечно, но не знаю. Деньги отношения сильно портят. 11 лет занимаюсь спортивной гимнастикой, но 2-3 года назад что-то переклинило и начала бояться прыгать сальто. Что делать? Как бороться со страхом? Сальто назад или вперед? Это один вопрос. А второй, разумеется, если 11 лет вы занимаетесь, сколько вам сейчас лет, я, правда, не знаю. Если 6, это уже получается лет 17 или с 4 лет 15. Ну, такой уже осознанный возраст. У детей, почему у детей все легко и получается? Потому что они бесстрашны, им не страшно. Они не парятся о последствиях. Сделал, упал, поломал, встал, пошел. А взрослый человек уже все, осознанно начинает к этому подходить. Поэтому гимнастки, спортивная гимнастика, такой вид спорта, в художественной еще как-то можно там до 25 есть гимнастки. Спортивная нет. Спортивная гимнастика – это такой вид спорта, очень ограниченный по возрасту. Но не бывает бывших гимнасток. Гимнастика на всю жизнь она теперь. Как избавиться от привычки пить пиво? Я же не знаю, что вас к этому привело. Подсказала бы. С трех лет занимаетесь. Сальто назад боюсь. А сколько? Напиши. Солнышко, напиши, пожалуйста, в директ. Не хочу просто прилюдно тебе говорить, что без свидетелей. Гимнастка, напиши, я тебе скажу, куда копнуть. Оттекают ноги. Ну, во-первых, что у нас с почками? Тоже надо понимать. Что у нас с варикозом? Что у нас с сердцем? И что у нас вообще со здоровьем? Скультузовского. Привет. Люблю пиво. Это алкоголизм. Да, да я тоже алкоголик. Я люблю винишко, коньячок. Люблю водочку иногда под селёдочку. Ну, блин, я алкаш. Очень, когда у близкого человека онкология и уже ничего нельзя сделать, очень тяжело думать о чём-то хорошем. Страх одолевать. У моей подруги была онкология. Никакой страх не одолевал. Мы с ней нормально поговорили. Ну, она молодец, человек высокого уровня сознания. Знала, куда копать. И нет онкологии, всё. Понимаете, нет её. У моей бабушки была онкология 90 лет. Тоже нет. Как она сказала, Маринушка, из всей палаты жить хотела только я одна. У всех руки опустились. Понимаете, да, услышали? Опять же. И до сих пор живёт 90 лет. Ростов-на-Дону, привет. Все балкаши так выглядят. Нормально 50 на 50 с мужем финансы. А почему нет, если вас устраивает? У меня с мужем так же. У каждого свой кошелёк, но мы так же живём 50 на 50. У нас вообще в какой-то момент вели вот эту вот моду интересную, что женщина должна быть полностью на обеспечении мужчины. То есть женщине вообще руки связали, сделали её какой-то беззащитной, беспомощной. Мужчина работает и всегда в этом упрекает. Ну я же работаю. Там мужчина обязан содержать женщину, пока она вынашивает ребёнка, пока она в декрете, пока она его выкармливает, пока он растёт. Он обязан её содержать. И помимо того, что он обязан её содержать, он ещё обязан предпринять какие-то меры, чтобы она могла дальше самореализовываться как личность, не как мать и не как жена, а как личность. А у нас мужчины что делают? Убежал на работу, у него там карьерный рост, женщина ему крылья дарит, она его восхваляет, им восхищается, дала ему хорошую почву, семью, ребёнка, тепло, заботу. Он вот с этой почвы начинает офигенно стартовать, а потом взлетел так высоко, его другая увидела, и так, любимый я здесь. Всё, и поманила, и пошёл, хвост поднял. И забыл, кто там рядом был, и кто служил такой офигенной платформой для него. Понимаете, жена, женщина. Поэтому на себя тоже забивать не надо. И надеюсь, что есть тут мужчины, которые меня услышат, и хотя бы предпримут какие-то меры к своим любимым женщинам. Конечно, у Иришки есть муж. У близняшки есть. Мужчина и без этого может стартовать? Может. Может, конечно. Ну так и женщина может тоже стартовать. И женщина может сама воспитывать детей без мужа. Правильно? Все тачки на ногах. Давление в голове стучать. А ещё в голове стучать, когда поднимаетесь на второй этаж, шейный отдел надо. Что там? Травмы или же... Может, есть искривление, может, сколиоз, может быть, грыжа, может, протрузия. Я ещё не знаю вас лично. А гештальтерапия телесной? Могу. Вы про топ сейчас, я так понимаю. Но про топ сложно достаточно написать. Это же... Как бы вам сказать? Это примерно так. Напишите о массаже. Массаж же делает. Так же и топ. Это работа с телом. Я вот про это всегда и говорю, что вы, девочки, можете всё. И депрессия – это не к вам. Понимаете? Я всегда об этом пишу, всегда говорю, а нет, вы всё равно себя тащите в это болото. Нет, в общем-то, ты не права. У меня депрессия. Я не могу. Можете, можете. В ваших руках вы. И знаете, это как... Что происходит, когда человеку внушают, что у него депрессия? Это реально идёт внушение уже. Это как кормить с ложечки ребёнка и смотреть на него, и говорить, ну, развод, мужа рядом нет, женщина сама воспитывает ребёнка, и, как правило, вот это кормит с ложечки и говорит, в кого ж ты такой идиот-то, весь в отца? Вот это, ну, весь в отца. И нос такой же, как у папы твоего придурка. И весь ты вот это. Кто вырастет из этого ребёнка? Как вы думаете? Так она сама. Прямо из ложечки. Программку, оп, оп, загрузила. Из этого ребёнка вырастет то, что мать туда вложила. Всё. Вот то же самое и здесь. У вас у всех всё плохо, и одна хвастается другой. Вот знаете, у нас в стране вообще хвастаться. Любят, у кого горе горчее, у кого всё хуже. Да вы хвастайтесь, у кого лучше, блин, в конце-то концов. У кого всё круче, у кого всё лучше, у кого всё офигеннее. А у нас всё время хуже, хуже, хуже. Депрессия. У меня депрессия, самая настоящая депрессия. Вот у вас это не депрессия. И когда девушка пишет о том, что она там в течение короткого срока потеряла мать, сестру, брата, отца, осталась одна и не попала в депрессию, из этого состояния выкарабкалась сама.